Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Игры в сторону. Сотрудники правоохранительных органов закрыли нелегальную горную зону в поселке Врангель. Изъяты 17 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным интернет-играм. Недовольство введением эра ГЛОНАСС вышло за пределы интернета. Автовладельцы собираются на митинг. Автовладельцы надеются, что 19 февраля им разрешат собраться вместе и хоть как-то проясняться стороны государства, вступившей в силу закон. Александр Сергеевич Пушкин. Кто во Владивостоке хранит память о великом поэте? Одна из таких самых ценных, я так считаю, по... Это слово полку Игореве. А еще расскажем, чему на этот раз учили в муниципальной школе управдом. И за что арестовали замначальника ОМВД по Приморью. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Романтика, да и только. На территорию исправительной колонии города Артема двое мужчин попытались перебросить наркотики с помощью арбалета. Свертки с гашишем предприимчивые нарушители примотали к стрелам, которые собирались запустить на охраняемую территорию лечебно-исправительного учреждения. Действия, происходящие, к слову, в дневное время, были тут же замечены сотрудниками охраны, и для задержания нарушителей выдвинулась оперативная группа. Днем двое граждан совершили попытку перебросить с помощью арбалета и стрелы наркотики на территорию лечебно-исправительного учреждения. Сотрудники охраны обнаружили нарушителей, после чего оперативная группа выдвинулась для задержания. В результате преследования был задержан гражданин, у которого с собой находились арбалеты-стрела с прикрепленным к наконечнику свертком. Мужчина вместе с вещественными доказательствами был передан полицейским, сообщает Краевой ГУФСИН России. По данным экспертизы, изъятые вещества представляют собой различные производные каннабиса, общая масса которых 22,3 грамма. Возбуждено уголовное дело. Еще одно уголовное дело возбудили против организаторов игорной деятельности в поселке Врангель. Казалось бы, официально азартными играми можно баловаться только в специализированном заведении игорной зоне в Артеме. Однако находкинские предприниматели решили такую возможность подарить и жителям южного поселка. Хотя почему подарить? Нелегальная деятельность приносила организаторам неплохой доход. Все подробности в материале Анны Бережной. На пресечение запрещенной деятельности сделали ставки полицейские. И не прогадали. Нелегальное игорное заведение сотрудники правоохранительных органов закрыли в поселке Врангель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и организаторов вместе с соучастниками. Нелегальное игорное заведение обнаружено в поселке Врангель. Установлено, что с целью получения прибыли от незаконной игорной деятельности подозреваемые организовали азартные игры с использованием игрового оборудования. Фортуна оказалась на стороне сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по горду находки. Они пресекли противоправную деятельность организатора и пяти соучастников незаконной игорной деятельности. Обыски провели не только в самом нелегальном заведении, но и по месту жительства каждого участника организованной группы. Изъяты 17 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным интернет-играм. Документация, бухгалтерские записи, дневная выручка – это более 50 тысяч рублей, и архив камер видеонаблюдения. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственным отделом по городу находки Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 171 и 2, а именно незаконной организации проведения азартных игр, совершенной организованной группой. Потому как по закону организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе сети интернет, запрещена. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Но и за решеткой штрафа не избежать – до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового. Анна Бережная, Новости на Восьмом. Во Владивосток прибыл радиоактивный грузовик. Машину задержали сотрудники морского таможенного пункта пропуска. От транспортного средства, перевозившего металлолом для экспорта, исходило излучение, превышающее естественный фон в 5 раз, сообщают в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. Информацию об опасном объекте передали в подразделение ГО и ЧС пункта пропуска, а также в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Для безопасности зону, где сейчас находится грузовик, оградили. А вот другие 400 автомобилей Владивостокская таможня на своей территории оградила от самих владельцев. Причина – отсутствие на ввезенные на территорию России машинах кнопки безопасности системы ГЛОНАСС. По сути, автомобили на стоянке находятся уже больше месяца. Их владельцы за каждый день простое платят деньги. Как долго эта ситуация будет продолжаться, и как получить ПТС на свой автомобиль – эти вопросы стали самыми обсуждаемыми на этой неделе. 19 февраля – ориентировочная дата митинга, когда приморские автовладельцы официально заявят о своих недовольствах и требованиях, связанных с изменениями в законодательстве. А перед тем, как рассказать, какой информации на сегодняшний день по этому поводу располагают наши корреспонденты, предлагаю запустить наше традиционное зрительское онлайн-голосование. Нам интересно, а вы пойдете на митинг, посвященный системе ГЛОНАСС. Если вы собираетесь публично высказывать свое мнение на этот счет, звоните 249-88-06. Если же на митинг вы не пойдете, набирайте 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А пока вашему вниманию представляем тему недели – эра ГЛОНАСС. Сюжет Ирины Мокрецовой. Приглашение на митинг по теме «Эра ГЛОНАСС» разлетелось по телефонам жителей Владивостока за считанные дни. Пока оно в стадии заявки, но автовладельцы надеются, что 19 февраля им разрешат собраться вместе и хоть как-то проясняться стороны государства, вступивших в силу закон. Обсуждение системы «Эра ГЛОНАСС» между автовладельцами на этой неделе вырвалось за пределы интернета, а именно на улице Владивостока. Во вторник все, кого тревожила тема новой кнопки безопасности, собрались на авторынке «Зеленый угол», чтобы решить. А вот что именно решить, не знали даже сами собравшиеся. Из толпы то и дело слышались противоречивые лозунги – отменить систему, поменять условия или дать хоть какую-то разъясняющую информацию. Многие просто пришли высказать накопившиеся за несколько месяцев эмоции. Я продал свою старую машину, заработал на новую, добавил денежки, купил. И сейчас машина моя стоит в Японии. Я не могу ее везти. Они все говорят, что там покупатель олеворуки. Ну хорошо, у меня нет такой зарплаты, чтобы взять себе машину официального дилера от двух миллионов. Без работы останутся очень многие. И перевозчики, и карапорты. Порт останется, там тоже люди. И автомойщики, и те, кто здесь эти машины охраняет. И грузоперевозки, когда машины отсюда уходят на запад. Это не так мало людей, это много. Я купил автомобиль в декабре месяце. И сейчас он стоит до сих пор на таможне. 300 рублей в день, счетчик на него, ну, оплата автомобиля в день. Установить кнопку я нигде не могу. Никто, этой информации нигде нет. На встрече решили лишь одно – объединиться в общую группу в WhatsApp для дальнейших действий. О каких – пока неизвестно. К слову, такая же неопределенность и разобщенность видна и в петициях, которые подписывают переживающие за свои автоводители. В интернете люди создали несколько обращений сразу. Отправляют их адресатом или нет, отследить невозможно. Но сами автовладельцы говорят, что прошения остаются безответными. Иначе как объяснить, что они до сих пор не знают, получат ли их транспортное средство ПТС или нет. От государственных структур нет никакой информации. Вся информация из соцсетей кто-то там написал где-то. Между тем, оснащение автомобилей «Эроглонас» или системой быстрого реагирования при авариях задумывалось государством в благих целях. С помощью этой системы сотрудники всех спецслужб рассчитывают оперативнее реагировать на аварии и, как следствие, спасать больше жизней. Многие автовладельцы саму идею безопасной кнопки поддерживают. Люди борются не за отмену. Люди борются за то, чтобы наше правительство дало нормальные разъяснения, каким образом люди должны устанавливать данную кнопку на свои автомобили, привезенные за границы. С первую очередь пострадали владельцы поддержанных иномарок. Ведь в других странах подстраиваться под российские законы и выпускать машины с системой ГЛОНАСС никто не собирается. Поэтому заморский транспорт не может пройти сертификацию на нашей родине и с начала января находится в таможенном плену. Некоторые автомобили клиенты захотели забрать, то есть они оплатили пошлину в полном объеме, все сборы таможены, но автомобиль они забрали на эвакуаторе. Фактически использовать они их не могут, ввиду того, что не выдается таможня ПТС. Закон о нашумевшей кнопке вступил в силу 1 января 2017 года и гласит, что любой автомобиль, везенный в Россию или произведенный на ее территории в этом году, не получит ПТС, если владелец не оборудует свое транспортное средство кнопкой безопасности. Но уже второй месяц ситуация находится в подвешенном состоянии. Главная проблема в отсутствии какой-либо официальной информации по этому поводу. Автовладельцы возлагали свои надежды на сотрудников таможни и ждали встречи с ними, как манны небесной. Вот только те, в свою очередь, провели закрытый брифинг с прессой, по результату которого четких ответов, как действовать и что дальше, никто не получил. Нововведение не меняет порядка осуществления таможенных операций. На это я обращаю особое внимание. По-прежнему автомобиль можно задекларировать по любой из установленных законов форм, совершить в отношении него необходимые операции и выпустить в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Таможня работает по определенному алгоритму. Автомобиль поступает на российскую границу и находится на складе временного хранения. В это время владелец в лаборатории сертификации оформляет свидетельство безопасности транспортного средства, на основании которого таможня выдает ПТС. Только после этого ГИБДД регистрирует автомобиль, и ему официально разрешено передвигаться по дорогам России. Сейчас же во главе этой инструкции встала Эроглонас. Машине, не оборудованной такой системой, свидетельство безопасности не выдадут. А значит и дальнейшие действия автоматически становятся недоступными. Выдача паспортов транспортного средства не является таможенной операцией. Она не регламентирована таможенным кодексом. ПТС выдаются таможными органами на основании совместного приказа МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России. За всеми разъяснениями по теме ГЛОНАСС и выдачи СБКТС, сотрудники таможни посоветовали обратиться в Минпромторг. А ты должен адресовать сами импортера? Ну, видимо, да. Мы до Минпромторга не могли дозвониться в течение двух рабочих дней. Активистам в этом плане повезло больше. Правда, результатов никаких. Минпромторг с себя также снял все обязательства и перенаправил автовладельцев в московский офис Эроглонас. Активисты дозвонились и до них. Ответ был банально простой. Ну, мы не придумали еще такую кнопку. Ищите у нас на сайте. Если мы ее сделаем, значит мы ее сделаем. Если мы ее не сделаем, значит ее никогда не будет. К слову, раньше автовладельцы поговаривали, что можно будет дооборудовать везенные в России на марке, что называется, на месте. И уже потом получить заветный ПТС. Но, как выяснилось, ни завода, ни компании, которая могла бы это сделать, на Дальнем Востоке и даже в России пока нет. Любые компании, которые предлагают сейчас установить оборудование, ну, скорее всего, это обман. Как только будет отработан процесс установки, подключения и выдачи свидетельств, полагаю, после этого мы начнем устанавливать. Но когда это будет, можно только гадать. А пока в отношении дооборудования сотрудники таможни дали недвусмысленный комментарий. Порядок выдачи ПТС на такие автомобили после дооборудования данной системы на данный момент отсутствуют. Все эти вопросы не входят в компетенцию таможенных органов и должны быть непосредственно адресованы Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Вдобавок по закону, после самостоятельной установки ГЛОНАСС не факт, что система будет работать. Потому что сигналы она начинает пилинговать только после краш-теста, который в обязательном порядке должны устраивать производители автомобилей. Для этого они, кстати, подвергают авариям три новые машины. Без краш-теста система не подключится. Получается так, что если я хочу привезти какой-то японский автомобиль, я должен еще купить два автомобиля, разбить их краш-тестом, и потом мое автомобиль оборудует кнопкой ГЛОНАСС. Ну это же абсурд. Между тем, сотрудники таможни отметили, что с начала этого года они уже оформили более тысячи автомобилей без установленной кнопки. Но это тот транспорт, на который успели получить СБКТС еще в 2016-м, до вступления закона. Также таможенники сказали, что на их складах только порядка 400 пленных иномарок. В то время как, например, в Японии скопились уже десятки тысяч. В Японии все стоянки, порты и склады забиты, потому что очень много автомобилей было куплено в декабре, и их не успели вывезти в 2016-м году, а в 2017-м просто пока нет смысла их вывозить. ГЛОНАСС охватила жителей всего Дальнего Востока. К активистам из Приморья подключились жители Камчатки, Сахалина, Якутии и Сибири. Это часовые пояса у всех разные, а проблемы практически одни и те же. Моя машина простаивает в Японии, я не могу вывезти, я оплачиваю стоянку в Японии, и мои деньги просто неизвестно, уже более месяца в замороженном состоянии, я теряю. Самое страшное в этой ситуации, что мы никто, ничего не можем сдвинуть с мертвой точки. Пока обеспокоенные владельцы поддержанных иномарок пытаются достучаться до правительства и что-либо изменить, в официальных дилерских центрах в продаже уже появились автомобили этого года, оснащенные Эроглонас. Производитель понес существенные затраты на установку и внедрение этой системы экстренного реагирования в автомобили, но на стоимости автомобиля это не отразилось. Некоторые противники Глонас признавались нам, что тестировали систему сами и результатом остались недовольны. Я ради интересного просто тыкнул, они ответили только на следующий день. Что у вас там? Да я уже умер, все, меня уже нет. Мы протестировали тоже. То ли нашей съемочной группе улыбнулась удача, то ли автолюбитель приукрасил действительность, это неизвестно. Ответа диспетчера мы ждали всего несколько секунд. А сейчас мы протестируем систему вызова экстренных служб. Как бы быстро не реагировала кнопка, ситуация с ее установкой на поддержанные на марке спустя полтора месяца после принятия закона яснее не стало. От неизвестности тема Глонас обрастает все новыми домыслами водителей. Сейчас поговаривают, что без эры не оформить европротокол и не получить выплаты по ОСАГО, и что через два года подобной кнопкой потребуют оборудовать все автомобили без исключения любого года выпуска. Не исключено, что хотя бы на эти вопросы автомобилистам ответят во время грядущего митинга. Ирина Мокрецова, Инна Щедрова, Андрей Макаров, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Ели, сосны и пихты, отслужившие в качестве новогоднего украшения, идут на пользу горожанам. На промышленной площадке МУПФ «Спецзавод номер один» продолжают утилизировать эти деревья, отправляя их в специальный дробильный агрегат «Шреддер», где из них получается щепа. После чего им находят полезное применение. Древесные отходы после дробления, опилки смешиваются с твердыми коммунальными отходами и попадают в котельное оборудование. Дальше вырабатывается тепловая энергия и идет для обогрева жителей нашего города. В этом году предприятие утилизировало уже порядка пяти тонн древесных отходов. Остается добавить, что данное сырье попадает на завод разными путями. Основную часть составляют новогодние елки из квартир владивостокцев. Часть из них осталась нереализованной на распродажах, а некоторые конфискованы на нелегальных елочных базарах. Сейчас уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Расскажем, как увлечение творчеством Пушкина вылилось для семьи из Владивостока в мини-музей и чему на этот раз учили в муниципальной школе «Управдом». А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы пойдете на митинг, посвященный системе ГЛОНАСС. Генеральный партнер выпуска сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Нужен шкаф в квартиру? Покупку в феврале планируй. Весь февраль в магазинах «Азбука мебели». Скидки на все шкафы до 40%. «Азбука мебели». «Азбука мебели». Слышите? Она пожирает ваш автомобиль. Каждый день. Остановите коррозию. Кузовной центр «Аллион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Наксудол». «Аллион Антикор». 2090-200. Хотите дышать чистым воздухом и создать комфортный климат в доме зимой. Мойка воздуха «Веникс» избавит вашу квартиру от пыли и вирусов, а также поддержит благоприятный уровень влажности в доме. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая Корея. 24 февраля в Сан-Рема-Холл. Пилот с юбилейной программой «Двадцатничек». Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идет. Доходность растет. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. Фракционное лазерное омоложение на новейшем СО2 лазере. Устраняет морщины, подтягивает кожу, улучшает ее структуру и цвет. Центр лазерной косметологии «ТИС». В нашем характере стремиться к новому. Преодолевать себя. Быть всегда впереди. Совершенствоваться. Не боясь перемен. Будь с нами. Запусти подряд. Сегодня с вами я, Инна Щедрова. И мы продолжаем далее в выпуске. Расскажем, как увлечение творчеством Пушкина вылилось для семьи Владивостока в мини-музей. И чему на этот раз учили в муниципальной школе «Управдом». А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно. А вы пойдете на митинг, посвященный системе ГЛОНАСС. По подозрению о злоупотреблении по службе задержали замначальника ОМВД по Приморью. Он же начальник регионального следственного управления. Илью Шамратова обвиняют в махинациях на 4 миллиона рублей. Органы уже завели уголовное дело. Следствие считает, что Шамратов назначил повышенные годовые премии своим подчиненным, а потом потребовал вернуть их для использования по собственному усмотрению. По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года он премировал своих подчиненных, а затем потребовал от них вернуть ему выплаченные деньги. Таким образом, сотрудники передали Шамратову около 4 миллионов рублей. При этом годовая премия, назначенная одному подчиненному, составила не более 35 тысяч рублей, рассказали в Следственном комитете России. А наше сегодняшнее зрительское голосование, я напомню, посвящено другой теме, которую в народе уже называют криминальной. В обязательной установке системы ГЛОНАСС многие автомобилисты уже узрели коррупционный характер. Какие конкретно, еще не решили. Однако уже назначили митинг на следующее воскресенье. У автомобилистов сразу несколько требований, но главное, они просят разъяснить схему установки и не ущемлять права владельцев авто. Поэтому сегодня мы решили спросить наших телезрителей, а вы пойдете на митинг, посвященный системе ГЛОНАСС. Если вы собираетесь принять участие в общественном мероприятии, звоните 249-88-06. Если же на митинг ГЛОНАСС вы не пойдете, набирайте 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А пока к другим темам. Мир вспоминает сегодня русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля он скачался после дуэли. По традиции во многих странах сегодня читают строки из произведений поэта. Также рассуждают, чтобы он еще внес в отечественную культуру не будь того рокового выстрела на Черной речке. Однако история не знает сослагательного наклонения. Сегодня мы понимаем – Пушкин – наше все. Во Владивостоке уже несколько десятилетий это доказывает семья энтузиастов. За долгие годы они собрали столько уникальных вещей, которые связаны с творчеством поэта, что хватило на целый музей. Коллекцию увидела Алина Черненко. 10 февраля отмечаем дату памяти Александра Сергеевича Пушкина. 180 лет с того момента, как Александр Сергеевич Пушкин погиб от рану, который получил смертельную рану, получил на дуэли, и 10 февраля его не стало. Чем дальше мы от Пушкина, тем ближе он к нам. Каждый год в этот день по всему миру люди вспоминают творчество русского поэта, проводят лекции, читают стихотворения. Ученики 62-й школы стали ближе к Пушкину благодаря коллекции семьи Бутыриных. Книги, значки, скульптуры поэта, открытки, медали и эксклибрисы стали достоянием учебного заведения. Одна из таких самых ценных, я так считаю, это слово полку Игореве. Год издания 1800-й. А собирал эту коллекцию Александр Вячеславович Бутырин. И ушло у него на это более 30 лет. Мой муж, который учился в Ленинградском Суворовском училище, и ему попало, у бабушки он увидел, книгу о судьбе прижизненных изданий Пушкина. С этого времени началось его увлечение. Так как он учился в Суворовском Ленинградском училище, то, конечно, а его страсть была, это, конечно, история. Он занимался в историческом кружке, в музее, в Эрмитаже. Любовь к истории Александр Бутырин пронес через всю жизнь. Даже работал учителем истории во Владивостоке. К тому моменту Александр Вячеславович собрал внушительную коллекцию экспонатов, посвященную Пушкину. И на рынках, и в магазинах. И у него была очень большая переписка. Он переписывался со многими людьми по всему Советскому Союзу. И я говорю, вот у нас есть коллекция экслибрисов, это книжный знак, которую он приобрел в Одессе, в пушкинистой Одессе, не могли найти сумму в 77 рублей. Ну, тогда это были, конечно, деньги. И тогда вот приобрели мы все, что можно было. Он, конечно же, тратил на свое увлечение. Впервые общественность увидела эти экспонаты на выставке музея Арсеньева. Мероприятие посвятили 190-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Потом была Болдинская осень. Затем во Владивостоке открыли Пушкинский театр. Туда пригласили Александра Бутырина. Таким образом сложилась Пушкинская улица, Пушкинский театр, Пушкинский музей. Спустя годы поменялись приоритеты, и Пушкинский музей прекратил свое существование. В общей сложности проработав 10 лет. Не стало и создателя коллекции. Но его дело продолжает жить усилиями жены Натальи Владимировны и сына Дмитрия Александровича. Душа вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. И лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Я был немножко в шоке. А именно в том смысле, что человек посвятил более 30 лет тому, чтобы собирать коллекцию Пушкина. Но он того достоин, чтобы ради него собирали и тратили достаточно много времени. Ведь он потратил достаточно больше. Свою коллекцию Александр Бутырин никогда не прятал. Собирал ее не для себя и своих близких, а для тех, кому интересна жизнь и творчество поэта Пушкина. Главными почитателями своего детища Александр Вячеславович считал учеников 62-й школы. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда надежду я имела. Хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас. Дети идут сюда с удовольствием. Это для них на переменах. Малыши прибегают, смотрят, задают какие-то вопросы. Потому что это, еще раз говорю, что спасибо. Если в конце концов у нас когда-то в школе будет музей. И еще раз скажу эти слова, что наша школа и наш музей снова живут. Снова раздадутся детские голоса. И посетители будут погружаться в пушкинскую эпоху. Не только в дни памяти, но и в дни рождения Пушкина. Сегодня коллекция семьи Бутыриных разбросана по городу. Часть находится в библиотеке 62-й школы, часть в пушкинской библиотеке. А что-то Наталья Владимировна хранит дома. Но есть одна большая мечта. Собрать все, что связано с поэтом Пушкиным, в экспозицию под одной крышей. Желательно на базе учебного заведения. И сделать музей доступным для всех желающих. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Как работает расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока? И как правильно оплачивать общедомовые нужды? На эти вопросы жителям Владивостока подробно ответили на бесплатном семинаре. В зале городской администрации состоялось первое в этом году занятие школы-управдом. Участникам подробно рассказали о работе муниципального унитарного расчетно-кассового центра ЖКХ Владивостока. И о том, как грамотно начислять плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме. У нас с этого года меняется расчет УДН. То есть теперь это, скажем так, УДН у нас будет включаться в платежку управляющих компаний. Ну и расскажем, что с этим поменяется. То есть, что, в общем-то, ну, мы ожидаем, что для жителей это не станет каким-то, скажем так, неприятным сюрпризом. И не повлечет главное повышение платежа. Это самое главное, конечно. И к новостям спорта. Спартак Приморья обыграл на выезде баскетбольный клуб «Урал». С командой из Екатеринбурга приморцы буквально играли в догонялки. А вот футболистам луч энергии пока догонять некого. Да и не на что. Команда до сих пор находится в ожидании хоть каких-либо денежных средств. Тем временем во Владивостоке местные жители и гости города смогут увидеть выступление мотогонщиков. Заезды по льду на шипованных байках пройдут на стадионе «Авангард». Подробнее в обзоре у Максима Яковлева. Спартак Приморья одержал выездную победу над Екатеринбургским «Уралом». После двух домашних поражений приморцам хотелось вновь поймать хорошую игру. И им это сделать удалось. Первый отрезок матча прошел в равной борьбе, преимущественно в середине поля. Разница в счете не превышала одного броска. После перерыва Владивостокская команда организовала рывок 13-0. И впервые в матче завладела двухзначным преимуществом. 20-32. Правда, «Урал» отыгрался довольно быстро, причем за счет неудач приморцев в атаке и штрафных бросках. Такая игра в догонялке повторилась не один раз. Ближе к концу «Спартак» все-таки смог набрать отрыв 12-2, на который хозяева практически ничего не смогли ответить. Итог – победа приморской команды со счетом 64-75. На данный момент наша команда занимает четвертое место в Суперлиге и имеет 26 очков. Следующий матч «Спартак» Приморья проведет уже в Ревде, где 11 февраля встретится с баскетбольным клубом «Темпс Сумс УГМК». Футбольный клуб «Луч Энергия» получит долгожданные деньги от администрации Приморья во второй половине февраля. Ориентировочная сумма перевода – 70-75 миллионов рублей. Однако перед тем, как средства поступят на счет «Луча», в клубе должны закрыть долги еще за прошлый год. На этот год предусмотрено финансирование от администрации Приморского края в размере 150 миллионов рублей. Разумеется, эти средства мы пока не получили. Нам необходимо закрыть кое-какие долги за прошлый год, прежде всего налоговые. И тогда эти деньги начнут поступать. Определенности в этом вопросе пока нет. В администрации Приморского края рассказали, что помимо решения финансовых проблем, сейчас идет и работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны будут войти люди, заинтересованные в развитии команды и готовые помочь ей финансово. Пока же футболисты «Луч энергии» приняли решение, что если до 16 февраля им не выплатят долги, то игроки будут бойкотировать второй тренировочный сбор команды. Сейчас на турецком поле у Приморцев все идет гладко. «Желто-сини» уже успели сыграть два товарищеских матча с командами «Алтай» и «Феронихели». В обоих встречах «Тигры» одержали победу с минимальным счетом 1-0. Показательные выступления по ледовому мотокроссу пройдут во Владивостоке. Жители и гости Приморской столицы смогут посмотреть на мастерство местных мотоциклистов, которым зимний сезон не преграда для соревнований и тренировок. На стадионе «Авангард» выступят юноши от 6 до 15 лет в классах мотоциклов 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Это будут как воспитанники спидвейного Востока, так и участники всяческих мотокроссовых соревнований. Организаторы ожидают спортсменов не только из Владивостока, но и из Уссурийска, Артема и других городов. Это своеобразное итоговое выступление в зимнем сезоне наших молодых мотокроссменов. Мы хотим посмотреть, как они готовы к лету. Также для нас эти заезды – своеобразная компания по набору новых детей. Мы разговариваем с родителями и приглашаем наиболее одаренных мальчишек на тренировки Востока, чтобы они попробовали себя в спидвее. Начало первых заездов на «Авангарде» пройдет 12 февраля в 14.00. Вход для всех бесплатный. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Владивостоке. Игры в сторону в поселке Врангель пресекли противоправную деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации и проведении азартных игр. Обсуждение системы «Эра ГЛОНАСС» вырывается за пределы интернета. Почему автовладельцы утверждают, что они попали в замкнутый круг и каждый день теряют деньги? Пушкин – наше все. Семья из Владивостока уже несколько десятилетий собирает уникальные вещи, которые связаны с творчеством поэта. Коллекции уже хватает на целый музей. Футболистам луч энергии снова не на что догонять своих соперников. Команда снова в ожидании хоть каких-либо денежных средств. И подведем итоги зрительского голосования. Напомню, сегодня мы спросили, а вы пойдете на митинг, посвященный системе ГЛОНАСС. Результаты опроса уже на ваших экранах. Идти на митинг или остаться при своем мнении – дело, безусловно, ваше. К слову, на данный момент решается и судьба этой встречи. Активисты подали заявку на проведение. Осталось получить разрешение. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Или звоните номер редакции 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу. Мы поможем 8 канал. Главное – Владивосток. И еще 10 февраля напоминают День памяти Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас я предлагаю посмотреть, как письмо Татьяны Онегину читает ученица 62-й школы Владивостока. Без наших комментариев. На этом все сразу после прогноз погоды. С вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на восьмом. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, Когда в надежду я имела. Хоть редко, хоть неделю раз В деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, Вам слово молвить, и потом Все думать, думать об одном. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в высшем суждено совете, То воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом Свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый. Ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала И в мыслях модула. Вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, Когда я бедным помогала Или молитву услаждала Тоску волнуемой души. И в это самое мгновение Не ты ли, милое видение, Прозрачное теме теме, Кнул, проникнул тихо к изголовью. Не ты с отрадой любовью Слова надежды не отшепнул. Кто ты, мой ангел или хранитель? Или коварный искуситель? Мои сомнения разрешил. Быть может, это все пустое. Обман неопытной души. И суждено совсем умное. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой с лозерью Твоей защитой умоляю. Умоляю.